Господа, совсем недавно, ну хотя как недавно, развели по сути только русских, а у остальных уже года полтора, как появилась Skoda Rapid. И все бы вроде ничего, действительно хорошо поработали над салоном, да и если честно говорить и Fabia это уже как-то морально устарело. Давно пора бы, но есть вопрос, а чего так дорого? Давайте разбираться. Полуседан в топе стоит 700 хвостом, за который в принципе можно в него вместить практически все. А это же сокровище в топе подкрадывается практически к 800 и напрашивается вполне логичный вопрос, а где же деньги, Зин? Деньги пошли в первую очередь на маркетинг, на новый внешний вид, хотя честно говоря новым назвать я его бы не смог. По сути это большой стилистический такой провал, потому что отличить это от новой Octavia, отличить это сходу от Jetta или от Golf, ну практически невозможно. Ты не понимаешь, что перед тобой едет. Перед тобой едет что-то универсальное от Wagen Group. Деньги пошли и на новый мотор. Только в Rapidia относительно полуседана появился 1.4 TSI на 122 лошади и вожделенный 7-ступенчатый DSG. В соответствии со всеми последними тенденциями моды, решетка радиатора становится реже, становится шире щели, которые в ней появляются. Сюда можно спокойно уже запихивать ладони, любые прочие органы. По трассе сюда может залететь сова, не поранив крылья, свить там гнездо, высидеть птенцов. По весне отсюда полетят малыши, ну или просто щебень может пробить решетку радиатора. Поэтому самые шаристые владельцы уже посетили автомагазин после того, как почитали форумы и приобрели так необходимую нам всем сеточку. Чтобы поставить же эту сеточку, нужно, конечно, или снимать защиту, или я могу решить сейчас все проблемы автовладельцев и сделать это, в принципе, вот так. Конечно, внешний вид пострадал, но изначально внешний вид автомобиля, именно вот эти крупные щели в решетке, говорят о том, что эта машина, по идее, грунтовки видеть не должна. Это сугубо городской автомобиль. Капотик открывается язычком, который скрывается ровно под логотипом Skoda и подпирается вот этой самой палочкой. У палочки, кстати, есть такая прикольная резиновая ручка, чтобы даже самые промасленные руки после ремонта TSI, видимо, не скользили на этой самой палочке. Очень удобно. Все тоже самое подкапотное, никаких абсолютно новинок не содержится. Тот же полуседан, тоже Fabia, все очень похоже. Капотик, электроусилитель руля, аккумулятор, CFN мотор. По двигателю здесь, конечно, все тот же самый лес. 1,6 литра, 16 клапанов, CFN так называемый двигатель. Ничего особенного. Цепь, собственно, все элементарно. Вообще, этот мотор, мне кажется, скоро отпразднует свой 173,5-летний юбилей. Потому что понять, когда он начал устанавливаться на Skoda, уже вообще сложно. Когда он вообще начал свое существование, если считать, что корни у него проистекают из BTS мотора, вообще ему уже очень много лет. Ну да, есть небольшие косячки, там типа на холодную стучат поршня, типа вообще стучит мотор, типа еще небольшая проблема с гидриками. Но это все ерунда, мотор прогреется, поршни упадут в поддон и стук прекратится. Не переживайте, элементарный гарантийный случай, пару-тройку месяцев выбьете бабки и будете ездить дальше, как миленький. Все-таки бюджетное авто, переживать-то не из-за чего. Единственное, что блок управления коробкой передач находится у нас здесь и на нем написано «Сделано в Индии». Будем надеяться, что коробка так же хорошо плясать на дороге не будет. Тот редкий случай, когда наклейка в подкапотном пространстве стала нести вполне справедливое предупреждение. Потому что помимо стандартных, что вентилятор может сработать и высокое напряжение здесь может вас убить к чертям, здесь появилась и вполне правильная надпись. Она гласит, что перелив моторного масла может повредить катализатор. Это специально сделано для тех людей, кто купил TSI и постоянно подливает сюда масло. Прощаемся с подкапотным, довольно-таки скучным. И, наконец-то, переходим к главному в этом автомобиле. Изменению это салон. Понимаешь, что дверь открывается не самым широким образом, но, тем не менее, проникнув в него, ты обнаруживаешь для себя, что это все тот же самый стиль от Wagen Group, от того же самого концерна. Все очень узнаваемо, все очень выверено, но относительно и той же Fabio, и полуседана, и Octavio все это изменилось значительно в лучшую сторону. Начиная с карты дверей, понимаешь, что здесь у нас стеклоподъемнички, все традиционное, все еще с тех машин, а вот ручка открывания салона изменилась. Она стала еще чуть строже, еще чуть острее в своем дизайне, хотя вот та же самая регулировка зеркал осталась такой же, с такой же немножечко инородной степенью включения подогрева этих зеркал. Дело в том, что для того, чтобы отрегулировать, допустим, левое или правое зеркало, вы эту ручку смещаете вот так. А чтобы включить подогрев этих зеркал, вам нужно ее провернуть в обратную сторону. Не все люди, которые до этого не ездили на таких вот машинах, понимают, что это нужно делать именно таким образом. Сам руль традиционный для этих немцев, очень приятный, отделан такой тоненькой кожей, все из тех же яичи, кенгуру, все из той же Мексики, ничего удивительного, я думаю, в этом нет. Хотя в данном случае, наверное, мексиканок заменили индианками. Здорово, разнообразие нам тоже очень нужно. Но еще на руле очень много кнопок, и все они могут нажиматься совершенно в разных положениях. Вот здорово. Как во всем этом не запутаться с ходу, честно говоря, не понимаешь, потому что интуитивно, когда ты вот так едешь, и у тебя глаза на дорогу, вот так что-то вот в этом вот пытаться разобраться, сейчас вот ролик нажать надо, или кнопочку над роликом нажать, или ролик надо покрутить вверх, перемудрили. Абсолютно все это делать было не надо. А вот к чему нареканий меньше всего, так это к креслу. Оно действительно очень удобное, и даже такое тщедушненькое тельце здесь может расположиться с полнейшим комфортом. У него есть регулировка по высоте, ну такая характерная, вот как бы наяриваешь все это. Оно тканевое, потому что все-таки в нашем случае это не самая топовая комплектация, это Элеганс за каких-то несчастных 700 тысяч рублей, которые, в принципе, я в день трачу только на жвачку, а здесь купили автомобиль. Ничего себе. Также у нас спинка еще регулируется простейшим абсолютно флажком. Да ладно, у нас тут какая-то кнопка? Кнопка отключения сигнализации находится в таком месте, но мне кажется, здесь они начинают убеждать по маразму даже черри Тига. Помимо... да, кстати, вот эта вот регулировка спинки, она хоть и находится флажком, то есть, в принципе, ты в одно нажатие можешь себе поддать немножко по спину, но она находится именно с этой стороны, между боковой стойкой, а не посередине салона, то есть принудительно разложить или сложить самочку уже не получится. Но машина для таких более спокойных людей. Выключатель управления светом, в принципе, всем светом наружным этого автомобиля, и габариты, и фары, и противотуманки передние и задние включаются с него, наконец-то слегка загламурился и обрел вот эту вот хромированную окантовочку. Возле него, как по уютненько, расположился еще тот старообрядный электрокорректор фар, и под ним наше любимое ничто. Да, никаких боксиков здесь не будет. Задний ряд не лишен той мысли, что автомобиль действительно может использоваться как семейный. Но, однако, здесь куча фейлов, по сути, потому что, во-первых, посмотрите, как высоко у меня коленки, и диван абсолютно с них низу не достает. Я, конечно, понимаю, что эти тонкие палки вообще мало к чему могут хорошо прилегать, но, тем не менее, даже если вы тучный человек, я уверен, что вот с этим будет проблема. Конечно, расстояние до водителя немеренное. Вот я сейчас сижу сам за собой. В этом плане никаких проблем. Но, в принципе, единственное решение, как-то более-менее устроиться с комфортом здесь, это вот так вытянуть руки, руки. Потому что у меня руки растут оттуда, откуда же и ноги. Так вот, единственное решение, как-то действительно комфортно устроиться, это вытянуть ноги и таки засунуть их вот под кресло водителя. Тогда вроде получается ничего, но далеко не все так любят ездить, нужно признать. Плюс, если я хочу сесть комфортно, с прямой спиной, то я буду с вами разговаривать исключительно вот так. При этом голова у меня абсолютно уперлась в свод потолка, я даже могу при этом закрыть дверь. А чтобы смотреть как-то комфортно при этом стекло, я должен вот так вот постоянно находиться, в таком ощущении, что у меня вот сейчас сзади вырастут крылья, или я просто сейчас начну петь немножечко Notre Dame de Paris. Это единственное решение, которое может прийти мне в голову, а тот звук, с которым опускается стеклоподъемник, не заставляет меня ни на секунду задумываться о том, что этот моторчик действительно прекрасного качества. Ну и как приятная анестезия всем тем потерям на заднем ряду, которые мы только что осуществили, это, конечно, кармашки в дверях с отформовкой под бутылочку, парочка подстаканников в центральном туннеле, в немеренном, высоченном центральном туннеле. То есть, опять же, сидишь или раздвинув шары обои миляшкой, так сказать, притираясь от пассажира справа-слева, или изображаешь дятла вот такого, который при лобовом ударе, а кипушечное ядро вывести из лобового стекла, всегда мечтал это сделать девятки. В принципе, что девятка, что рапит один пес. Прикуривателя же сзади так же не будет никогда. А как достичь такой галактической опции, как задний подлокотник, честно говоря, ни из одного конфигуратора и мануала я понять так и не смог. Задняя часть выгодно отличается от того же полуседана тем, что, естественно, всеми уже обсуждаема эта огромная задняя дверь, которая ведет нас в исполинский багажник, который у нас, по-моему, 550 литров, если не ошибаюсь. А если сложить еще и спинки задних сидений, то полтора куба. И я обязательно должен сделать прямо сейчас. Потому что от того, как эти спинки складываются, вообще будут зависеть все мои дальнейшие рассуждения о том, вообще, какой это автомобиль. Вот уже вижу косяк, что ровного пола у нас, как вы видите, не получается. Конечно, это же пола, а в полу не может быть ровного пола. Это логично. Соответственно, у нас вот такая канитель. Да. Ну, давайте хоть в нее как-то попробуем залечь. Ну, кстати, вот здесь удобное есть, да. Придется говорить вот так. И при этом все мы еще сможем и... Ну-ка. Смотрите, все на веревочках, все удобно. Все можно сложить рядом. То есть, крышечку от гробика можно снять самостоятельно. И потом уже ей, как говорится, и накрыться. Ну что ж, и вот так вот, трескуя поясницей и головой, здесь расположиться можно. Моих любимых полочек под свечи или планшетик здесь уже не будет. А вот отдельная люстра, как в плацкарте, с которой еще можно посчитать немножко на боково, все-таки есть. Каких-либо прочих изысков в багажнике, конечно, не найдено. Здесь нет ни крючочков, ни прикуривателей. Есть только пара зацепов под штатную, в общем-то, сетку, в которую можно замотать пару овец, наверное, чтобы потом их зажарить на пикнике. И, пожалуй, все. Ничего особенного, даже простейших подстаканников почему-то в багажник никто не восстановил. Я не понимаю, о чем думали эти люди. Под полом багажника у нас скрывается ниша, в которой же, в свою очередь, скрывается полноценное запасное колесо и огромных размеров органайзер, куда легко уместится все ваше барахло, гаечные ключи и порядка 5 килограмм отрубленных кинеток кистей ваших должников. В том случае, если вы гангстер-неудачник и хватило только на... Ах, рапид. В заднем же бампере у нас скрывается всего три датчика парктроника. Казалось бы, всего, но, тем не менее, работает идеально. И, что самое главное, очень удобно отражается на, казалось бы, самом простом, но, как оказалось, функциональном экране магнитолы. Вообще, в целом, багажник мне здесь понравился очень. Вы знаете, вот это ощущение, оно тебя не покидает, здесь просто уютно. Вот этот огромный козырек крыши сейчас, например, закрывает меня от солнца. Я могу практически сесть и просветиться. Когда хочешь поехать и сел в салон, понимаешь, что ключик остался всем тем же самым, здесь нет никакого шока, его вставляешь, поворачиваешь, загорается приборочка. Изменилась она тоже минимально. Вообще, все вот эти изменения в салоне, они минимальны, но, знаете, это вот, ты понимаешь это, и как тролль начинаешь немножечко досадовать сам на себя, потому что троллить особо нечего. Это действительно очень хорошая и качественная работа над ошибками. И, к сожалению, за этот обзор никто не заплатил, поэтому я говорю все это впустую и искренне. Магнитола это то, что вызывает вообще в этой машине у меня глубочайшее уважение и даже отчасти восторг. Наконец-то нет никаких тупых сенсорных экранов. Наконец-то все строго и четко, и главное при этом весьма информативно. Посмотрите, из этого экрана они очень здорово выжили все, что можно, все это легко читается, при том, что эта магнитола читает и диски. Здесь есть и место, куда вставить флешку, вот это USB, Auxiliary вход, есть даже Bluetooth, громкая связь, все это доступно. На первой скорости, например, печку не слышно вообще, а если вы задерете ее в максимум, то ваша прекрасная спутница, мало того, что вас не услышит, она может себе испортить прическу. Морозит при этом одновременно, кстати, тоже очень классно. И дует, и охлаждает просто очаровательно. Будем надеяться, что зимой греть будет так же. Настройки все абсолютно интуитивные, никаких проблем. Под климатом у нас совершенно основные кнопки, это подогревы, правый, левый, они двухдиапазонные, двухрежимные. Кнопка подогрева заднего стекла и управление центральным замком, которое теперь стало одной кнопочкой. Ведь, напомню, традиционных солдатиков, как таковых, да, или вот запорного механизма, который торчал бы из торца двери, здесь по-прежнему нет. Только одна эта кнопочка. Под этим всем у нас боксик для телефонов. Как видите, для таких небольших телефонов, потому что совершенно среднестатистическую лопату здесь как бы комфортно разместить не получится. С другой стороны, доставать ее отсюда легко. Вот, если у нас еще и коробка в драйве, ну-ка, вообще элементарно. Тут же пара подстаканников, в одном из которых штатная вот такая конфетница или пепельница, кому что ближе. Далее селектор выбора коробки передач, все тот же самый, к нему никаких нареканий нет. Сама же коробка в нашем случае обыкновенная, шестиступенчатая, гидротрансформатор, но если вам нужно немножко больше статуса, больше дерготни и гарантийных случаев, тогда, конечно, ваш путь лежит к семиступенчатой DSG. Но только после установки мотора 1.4 TSI и достижения планки цены в 740 тысяч рублей. Также нужно заметить, что вне зависимости от комплектации, даже если вы заплатили 740, краска металлик все равно накидывает к ней еще 12. А если захотелось вожделенную навигацию с тачскрином, то нужно докинуть еще 25. Подлокотник, движение вперед-назад он не имеет, уровень у него всего один, никаких там потайных схем не будет, его можно откинуть, здесь все понятно. Под ним ручничок совершенно обычный, и только в таком положении мы можем наблюдать, где в этом салоне находится один-единственный прикуриватель. Потому что, если у вас это находится вот так, то вы, как водитель, естественно, его не видите. И может в небольшой панике вообще как-то пытаться вот здесь вот его обнаружить, но нет-нет-нет, только так. Бардачок классный, у него немножко странный объем, потому что в этом месте явно из этого объема съел кусок моторчик отопителя салона. Тем не менее, из оставшегося объема эти ребята выжили все, что могли. Если вы хотите сложить А4, никаких проблем. Плюс у него, там же есть отформовка, вот здесь вот под бутылку, куда вы его можете сложить. Плюс он же, естественно, охлаждаемый, и в нем есть и лампочка подсветки этого бардачка. Вот она. Причем в эту отформовку ложится идеально штатная сервисная книжка Шкода. Смотрите, хлоп и запихалась. Никаких дополнительных полок, ничего этого оказалось вам в принципе не надо. Эту машину нельзя на ходу сравнить с полуседаном или Фабией, потому что она ведет себя гораздо лучше. Она плавнее, она не такая дерганая, хотя коробочка все равно вот на 60 у нас сейчас пятая. Если мы нажмем педаль, третья, и все это с таким вот небольшим вот рывочком наблюдается, это есть. Но шумоизоляция на голову выше, звука набегающего ветра нет вообще. Тормоза все такие же резкие, да, все в современных трендах кредит и тошнота. Тормоза работают, ну, не то чтобы в положении включено и выключено, но где-то очень к этому близко. Но, если мы плавненько, вот сейчас не превышая трех тысяч, да, кстати, не превышая трех тысяч оборотов, мы сейчас разгоняемся в 80. Шум от ветра начинает проникать со стороны зеркал чуть-чуть. 90. Шума резины нет вообще, в данном случае у нас бриджстоун, заметьте, а на низах здесь будет кама евро, и там будут немножко другие ощущения. Но вот сейчас 90, что-то, что-то начинает потихонечку пробиваться. Но, допустим, ехать на каких-то вообще шоссейных скоростях на тех же соточке, на 110, вам будет более чем комфортно. То, что она такая мягкая, проявляется немножечко в повороте такой валкостью. То есть, я бы не сказал, что прям машина кренится, но то, что тебя норовит прижать в правую часть кресла, скажем, больше, чем нежели ты этого ожидаешь после полуседана или фабии, это 100%. Лопухи зеркал все-таки чуть больше, хотя все еще достаточно маленькие. Зеркальце все еще слишком простое, хотя, конечно, тоже не маленькое, но хотелось чего-то чуть-чуть побольше. По низу автомобиля из достоинств я бы сразу отметил то, что сделано все для того, чтобы, когда вы, допустим, едете по глубокому снегу или встречаете на своем пути препятствие поднище, у вас не отрывало юбку заднего бампера. Обратите внимание, как она сделана в стык и с низшей запаски, а в тех местах, где стыка этого достичь не удается, сделаны специальные пыльники, которые предотвращают именно попадание под эту юбку каких-нибудь там веток или снега или глыб или льда и отрывание всей этой конструкции. Вот это очень круто. Также здорово сделано, что буксировочная проушина. Видите, какая мощная, выведенная сюда, опять же, под юбку и доступ к ней всегда будет крайне удобным. За низшей запаски наблюдается, на мой взгляд, небольшой минус. Дело в том, что вот эта чашка, в которую упирается пружина нижняя, она очень низкая. Обратите внимание, от земли это практически ну полторы ладони от плоскости земли. Мне кажется, это низковато и если вы чем-то будете чиркать, в первую очередь будет эта чашка. Пружинка при этом какая-то такая забавная, то есть чашка у вас вот такой ширины, в ней вот такая узенькая пружинка. Все это приведено к балке. Балка в нашем случае скручиваемая, внутри нее встроен торсиончик, все совершенно традиционно, все та же половская база. За балкой у нас содержится бензобак. Вернее сказать, что он за балкой не совсем будет верно, потому что он крайне сложной формы, извивается хвостиком и в эту сторону от глушителя, также огибает саму балку и упирается практически в нишу запаски. Слева и справа от этого бензобака у нас вдоль балки проходит троса ручника, которые традиционно для всего вот фольксвагеновского семейства прикреплены на какие-то чиполинские скрепки. Но однако схема работает, пусть работает дальше, не будем ее трогать. Сам же механизм ручника реализован на тех же колодках, что и основной тормозной механизм. Напомню, что сзади у нас здесь стоят барабаны. Дисковые же тормоза здесь появятся только в версии с 1.4 TSI мотором. Ближе к передней части автомобиля днище, конечно, напоминает такое немножко лакшире зрелище, потому что все очень яркое, сочное, блестящее, прикольное, даже немного, я бы сказал, гламурно. Резинки глушителя у нас, как вы любите, нарочито красные, хотя самая задняя резинка будет все-таки черного цвета. Не традиционно уже для современных автомобилей, что глушитель у нас не сварен в единое целое, а на хомутах закрепленных составных частей, то есть, в принципе, даже дома в гаражике поменять все это можно будет легко. В остальном же, как вы можете наблюдать, как и я могу наблюдать, у нас все зашито в пластик, это такое наследие еще гольфов и тех же пола, и всего вот этого Volkswagen Group, все это здесь присутствует. В конце этих пластиковых крыльев содержится такая некая аэродинамическая гребеночка. В передней части у нас все это заканчивается подрамничком, который через сайлент-блоки уже приведен к самим лонжеронам, и на этом же подрамничке у нас все остальное закреплено. Тот самый традиционный McPherson, та самая рейка вверху, ничего особенного абсолютно нет. По лицевой части автомобиля мы сразу снизу видим, что под бампером у нас ниже крашенной части никакой пластиковой губы нет. Недостаток заключается в том, что если вы чем-то ударились об поребрик, значит практически сразу неименуемо повредили себе драгоценное лакокрасочное покрытие. И пусть его не видно снизу, но тем не менее досадная коцка уже осталась. За этой же губой у нас находится штатный совершенно пыльник, он имеет несколько сочленений, но все довольно-таки хорошо закрыто, по идее мотор сильно пачкаться не должен. В попытках узнать, где все-таки произведен автомобиль, по крайней мере своей большей частью, никаких успехов мне достичь не удалось. Дело в том, что мы наблюдаем самые разные надписи по всему автомобилю. Глушитель у нас частично польский, частично отечественный. В балке у нас содержится надпись, что это сделано вообще в Германии. А на фильтре кроется единственная по всему автомобилю надпись сделана в Китае. Кто же ты все-таки, Рапид? А заключение крайне странное. Я действительно признаю, что машина дорога. Я действительно признаю, что это устаревшая платформа, что это те же самые моторы, то есть, казалось бы, они не привнесли в машину ничего нового. Даже этот новый дизайн нам всем уже до боли знаком по тем же старым джетам и чему угодно еще. Никакого шока нет. Однако, когда ты садишься в этот салон, ты понимаешь, что эти маленькие улучшения пошли машине очень впрок. Ты действительно наслаждаешься тем, что видишь. И действительно, вот это вот чуть-чуть немножко больше практичности, которой не было у пола седана. Эта машина стала не такой четкой и отсекла всю эту шелуху молодую, которая покупала именно то ведерко, а эти люди задумываются уже больше о практичности и, как правило, у них есть немножко больше денег. И приходишь к выводу, что те, кто зубоскалят именно на Рапид, что он какой-то дорогой, ну, да, вам не хватило. Что поделать? Довольствуйтесь полуседанчиком. А эта машина продолжит свое гордое существование в чьих-то более надежных руках. Всем спасибо, удачи, пока!